всем привет меня зовут аня я из города штуткарт германия сегодня я хочу с вами поговорить о моих готовых работах да я эту неделю вышивала довольно активно и на этих выходных я занималась только оформлением какой-то меня вот на этой неделе состояние было что я игнорировала все свои важные дела особенно опять же права на автомобиль я очень долго сторону откладываю и на этой неделе вообще такое состояние было что мне ничего не хотела сделать кроме как отдыхать я миду головой мыслями и поэтому я занималась только вышивкой я решила вот с этого журнала вышить была такая вкладочка бесплатная это сердечко здесь входило все материалы которые нужны и были и вот такие вот ниточки ниточки очень короткие то есть вот это вот вот это все вот это вот была такая нарезка они очень короткие я не понимаю почему так коротко нарезали здесь находился бисер ужасно я его не использовала это живу выбросила и я вам покажу что у меня из этого сердечко вышло чтобы вот для сравнения вот такое вот сердце у меня получилось значит внутренности я внедряла здесь не очень толстые и вообще я с этим как-то немножко помучилась потому что сшивала я руками конечно здесь есть такие неровности не судите строго это первое мое только сердечко и не знаю как он называется стиль тильды или как называют у нас на ютюбе но в общем тут нужно было все в принципе сшивать руками и мне это понравилось делать им то что она выглядит вот так вот неряшливо немножечко вот неряшливость мне очень нравится не знаю почему даже но что-то вот именно вот таких вот сердечки их в таком вот стиле мне понравилось все это находилось все эти материалы находились в этом пакетике от себя чину я сделала только вот этот красный бисер я вставила конечно же использовала другой белый такой я сделала бантик из бисера и из китайского какого-то там бусинок или бисера большого размера я сделала вот такой вот хвостик чтобы можно было подвешивать ну вот такой вот у меня сердечко получилось мне очень понравилось его делать я буду еще с какими-либо мотивами его делать а может быть с этим же мотивом но хочу очень сделать какое-либо такое синие голубенькая может быть даже зелененькая очень хочется мне сделать еще пару таких сердечков но это будет или на следующий год или так просто между какими-либо работами тут канва была очень жесткая и это даже не знаю что это неравномерка но она была такая прям как пластик она была очень жестко но мне понравилось на такой вышивать потому что ее только держишь на руке этот кусочек канвы и все в принципе не здесь вырезать ничего практически не нужно было только немножечко края там буквально было пол сантиметра чтобы сделать вот таким вот сердечком ну и фетр нужно было конечно же вырезать такой сердечко у меня получилось они много выговорить не стоит мне понравилось буду повторять и сейчас я вам покажу какие я сделала новогодние игрушки как вы помните я вышивала вот такие вот новогодние шарики я вышила всего лишь два использовала все четыре орнамента то есть узора который здесь использовалась но я решила сделать так что вот эти вот два будут на одной игрушке находиться вот эти вот на другой игрушки то есть не на всех четырех сторонах не все четыре на одной игрушке мне будет использовать потому что я подумала что игрушка идет шариком и она все равно будет крутиться и там каждый раз будет в принципе находиться разные орнаменты в общем что говорить я хочу вам показать если бы вы знали как я с ними намучилась они у меня висят на такой вот головном украшение ободки я только имя и занималась в субботу я их оформлял это было очень здоровски вот эти вот ромбовые лепесточки наклеивать на такой шарик это было просто ужасно у меня здесь также есть клей следы от клея я не могла никак по-другому это все сделать потом стыке оказывается все таки вот этой вот схеме нужно было вырезать этот лепесток секунду вот вы видите этот лепесток я вырезала чтобы можно было делать такие на конве вырезать прикладывать вырезать вот эти вот лепесточки но это оказалось что они довольно маленькие эти лепестки нужно было побольше их вырезать ну и поэтому я взяла свою голубую ленточку которую меня было эту ленточку я покупала и мне пришлось найти эту ленту голубую чтобы эти стыки можно было спрятать потому что вот этот узенькая ленточка на эти стыки не прятала вот такой у меня получился шарик здесь вот здесь вот один орнамент то есть через один они повторяются да вот так вот этот шарик у меня не очень хорошо получился от того что здесь ленточка немножечко кривая да то есть на не слишком плотно лежит и я приклеила на горячий клей в принципе здесь посередине здесь у меня наверху стык не очень хорошо получился не знал что с этим делать я решила бусинку вот таким вот образом приделать чтобы было вот такой хорошие широкое окошко ну и второй шарик вот с такими вот орнаментами то и тоже через одну повторяются те орнаменты использованы тоже ленточка я ее нашла потому что вот эти вот стыки нужно было спрятать как я говорила и у меня здесь немножечко побольше вот такая вот петелечка здесь более аккуратнее я сделала вот эти вот верхние стыки внизу у меня просто пересеченные ленточки мне этот шарик больше всего нравится я хотела его подарить одной своей коллеги пожилой но не знаю буду ли это делать потому что там не стоило очень очень много работы но сейчас пришел тот момент когда я хочу вам показать свою главную оформленную работу с которой я занималась сегодня практически целый день была сложность как ее натянуть на плотный картон дело в том что я столкнулась с тем что аида ее легче конечно же оформить на какой-нибудь картон чтобы можно было потом под стекло положить а вот мурана на которой я вышивала эту работу это было очень сложно натянуть и я использовала тот вариант где нужно было вот иголочками натягивать то то есть каждую сторону картонки нужно было натянуть штук так чтобы ряды были ровные в общем я немножечко помучилась это заняло очень много времени но со всем этим я справилась и хочу вам теперь показать что у меня из этого получилось моя главная работа так давайте сейчас немножечко камеру подниму чтобы она поместилась полностью в на ваш экран вот такая вот у меня получилась работа эту рамку и вот эти вот досточки я нашла и я поняла что я хочу оформить свою картину таким вот образом эта рамка она немножечко углы у нее округленные как вы можете видеть и поэтому не это показалось как будто знаете окно каюты учета вот как-то я понимаю что квадратная но почему-то вот такая вот округленность мне показалось более морской и когда я еще увидела три досточки в общем я поняла что все мне осталось только найти картину и я потом и решила вышивать вот этот маяка и лодочку потому что вот мне хотелось именно такого затишья именно вот такой вот тишины пустоты и красоты умеренности вот такого сюжета и таким вот образом я оформила начать эти досочки продавались они белого окрашивание обработанные я не знаю даже чем потом вот эти вот гирлянду из ракушек я купила и потом находила вот такие вот маленькие элементы некоторые я даже сюда не добавляла досточки я приклеила друг другу и потом приклеила на раму как видите у меня здесь немножко такой отступ шел чтобы не впритык к кроме тоже приклеила эти досочки на раму эту верхнюю досочку на мне такая выпуклая в общем такое вот оформление меня получилось я этому оформлению очень рада она у меня будет висеть или у меня в спальне возле зеркала такого большого или может быть я повешиваю возле кофейной машинки потому что для меня выпить кофе это очередной отдых пауза и буду смотреть на этот сюжет и понимать что кофе выпить это небольшой отпуск а сейчас я вам предлагаю посмотреть небольшое слайд-шоу фотографии которые я находила после того как начал обращать на морское оформление каких-либо картин я делаю небольшие фотографии чтобы можно было вас вдохновить на такое вот оформление а также и вы увидите небольшой кусочек видео где я буду показывать вам эту картину в более приближенном виде ну что ж на этом я хочу с попрощаться сказать вам большое спасибо что вы имели терпение дождаться оформление обзора оформление этой картины я надеюсь вам понравилось я надеюсь что вы не будете судить меня строго по поводу этой картины если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии я буду этому очень рада я хочу вас поздравить наступающими праздниками пожелать вам праздничного настроения исполнения желаний любви удачи и красоты оставайтесь креативными всем пока а 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 в Субтитры подогнал «Симон»!